Вот так вот, друзья, только что ребята пели, что кого-то целуют там в телевизоре, а сейчас стоят уже у нас здесь за столом. Итак, утро на телерадиоканале Страна.ФМ продолжается и продолжится оно интервью с группой Нервы. Привет! Привет! Всем привет! Доброе утро! Ой, как синхронно, слаженно, молодцы! Давайте-ка еще разок, как вот прям рокеры настоящие. Привет! Нет, это не про нас, вы что? Мы же... Поближе, поближе к микрофону не секунду. Алло, гараж. Что такое? Вот, нормально, вот это теперь я понимаю. Проснулся, маленький. Я проснулся, я не спал еще. Вообще? Ну, конечно. А что такое? Вы работаете над пятым альбомом сейчас? Безусловно. Причем решили сразу два выпустить в один день, работает очень много. Да, ребята штампуют и клипы, и альбомы у них с 2011 года группа существует, и уже четыре альбома, готовится пятый, это еще не включая сольный альбом самого Жени Мельковского. Как вы поняли, мы готовились сегодняшнему интервью. Приятно, приятно, спасибо. А у них порядка 30 клипов за это время они успели снять. Круче, чем Вуди Аллен, тот раз в год снимает, а эти прям вот молодцы. Ребят, вот скажите, вот у нас сегодня тема такая эфира была, что вы делаете, когда вас не видят? Вот не смотрят, когда на вас есть какое-то любимое занятие? А? То есть всегда? Ну да. Поближе к микрофону, Нистя, поднимай прямо его смелее. Алло, 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 алло. Мы в канале, кто не видит, мы шутим еще более не смешно, чем когда нас видят, или мы когда даем интервью, вот, ну, не знаю. Я вот стою вот так вот, и если вы не будете на меня смотреть, я буду точно так же стоять, если честно, вот. Это говорит о том, что человек стабильный. Да, да. Нервы крепкие. Нервы крепкие у ребят. Ну что, давайте поговорим вот о чем. Есть ли какая-то у вас любимая группа, кроме своей? Ну, много таких, на самом деле. Ну вот, давайте топ-3. Третье место. У меня на третьем месте будет группа... Будет группа? Блэк Кейс. Блэк Кейс я бы поставил на эту тройку. Кинзофлеон и... Ну давайте кого-нибудь из Газгольдера. Кинзофлеон на первом месте. Все группа слабаки. Все группы слабаки. Вот это резюме мне нравится. Я думала, что он сейчас перечислят всех артистов Газгольдера, потому что вы работаете именно с этим лейблом. Да, очень люблю я, да. Басту видели? Блэк, ну порой... Через стекло. Звукозаписывающий. А, я просто думал, либо вас держат... Я думал, либо вас держат в каком-то кубе стеклянном, либо наоборот Басту. И выпускают только на интервью. Да, выпускай Басту! И он выходит и сразу начинает рэп читать. Отлично, друзья. Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу с вами, послушаем группу «Снег» и «Эвалоры» с «Эйфорией», а потом вернемся и будем дальше пытать вас в вопрос. Супер. Отлично. Сколько раз мы с тобой подэнимал джаз, смотрели на других и видели в них нас. Давали слово, что никогда не будем снова, но возвращались и забивались со штрафного. С глазу на глаз командовали чувство фас и кайфовали от того, что никто не погас. Через повторы, ритмы, твои алгоритмы, уж сколько лет прошло. Кому были эти молитвы? Спасибо за доброту, за злость тоже спасибо. Такой вот я без башни, такая ты красивая. А колка с глаз не колет, ведь ты уже другая, хотя и я другой. И все опровергаю в процессе роста. Мы научились делать просто, гореть на все сто, без всяких девяносто. Писал свой рэп, чтобы нравиться подругам. Ты эйфория, девочка из ниоткуда. Ты сводишь с ума, но я не твоя. Красивая, да, но не твоя. Ты сводишь с ума, но я не твоя. Ночь, да, на, нам. Эйфория, я. Мы как умели, любили, мечтали, шумели. Ты в голове, все краски одной акварели. Другим синдром отмены, фантик без карамели. Мы по количеству криков были рекордсмены. Чуть приукрасить правду, зато герой романа. По красоте немного напустить тумана. Дела сердечные, все средства хороши. Тебе хоть интересно? Спасибо от души. Воспоминания дают уроки, знания. А дальше как? Время задержать дыхание. А может и не стоит, мне самому не ясно. Ты эйфория, и ты уже на все согласна. Разочаровался? Опять очаровался? Камера, мотор, стоп. Давай, пацан, собрался, ведь это почти детство. А там все было просто. На иный взгляд, на иный трек. Все по-серьезки. Ты сводишь с ума, но я не твоя. Красивая, да, но не твоя. Ты сводишь с ума, но я не твоя. Ночь, да, на, 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 эйфория я. Ты сводишь с ума, но я не твоя. Красивая, да, но не твоя. Ты сводишь с ума, но я не твоя ночь На-на-на-на, это ли я я Ежедневно, по будням В эфире радиостанции «Страна-ФМ» Только в программе «Территория машин» И больше нигде Мы расскажем вам о новом «Бентли» и электрозаправках Об автомобиле Джеймса Бонда и быстрых «Ладах» Это и многое другое каждый будний день 8.30, 10.30, 17.30 и 19.30 «Страна-ФМ» Ваша территория машин Мы умеем заводить Продолжаем, продолжаем, продолжаем интервью с группой «Нервы», Которые зашли к нам буквально минут пять назад И масса вопросов есть Да, у нас, кстати, был инструктаж, какие камеры смотреть А вы вообще знаете свои выгодные ракурсы? У меня таких нет, у меня таких точно нет Это все провальные ракурсы одни У меня есть менее провальные и более провальные Просто я выбираю между ними Вы выбираете для популярности и для улучшения картинки ваших клипов модных блогеров Например, Мария, вы у вас снялась и даже ради вас подстригла волосы Да ничего, ты спрашивала об этом в прошлом каком-то интервью Я тебе скажу, что она не ради меня, не ради нас не стригла свои волосы Захотела, а подстригла вообще А я думал, она вам в карты просто проигралась Она кому-то другому проиграла Я на самом деле просто боюсь теперь И думаю, что вы ко всем ходите к девушкам И просите отстричь локон И продаете потом Теперь объявлений просто стало больше Мы действительно выглядим настолько бичами, что у нас нет денег даже Потому что мы женские волосы уже начинаем продавать Нет, я думал, что просто ты сейчас скажешь А я тут приготовила, значит, вот это кресло специально парикмахерское Ножницы, фарточек, чтобы тебе тоже постригли Или ты просто ищешь, кому продать свои волосы? Я приготовила фарточек и ищу, кому испечь пирожки Пеки Пеки! Кстати говоря, дайте совет Раз уж мы затронули эту тему, вот отсутствие денег Как можно в Москве круто отдохнуть, если в кармане всего 300 рублей? 600 рублей Обед, обед, обед Скинутся За 600 есть одно место, в котором 600 рублей вход и бар без плана О, точно 600 рублей в пятницу, да Пицца, пицца Маргарита На Светном бульваре, кажется А, я понял Три Маргариты Друзья, это было Подождите, а что касается спорта Вы же такие накаченные ребята Да, мы очень накаченные Прокаченные Да, нет Что-нибудь недорогое? Ролики, коньки вот сейчас Катаетесь? Скейт, скейт Мы катаемся сейчас, особенно пора Для скейтбординга хорошо Автомобиль, например Главное делать все вовремя Да, да Автомобиль очень хорошо кататься Хорошее развлечение, да По городу, Москве Особенно зимой, когда холодно На автомобиле? Гулять можно, да Конечно Хорошо гулять, когда на автомобиле ездят Теплее как-то У ребят, кстати, уникальный автомобиль Они на нем ездят А потом кубики на прессе появляются Вот такие У нас, кстати, упражнения в зале Лежа-лежа Отлично Отлично Друзья, давайте мы сейчас Знаете, что сделаем? У нас есть хорошие новости И для вас, и для наших радиослушателей У нас сейчас будет премьера Трека и клипа Это «Мозги полицай» Давайте послушаем Посмотрим, потом вернемся И будем продолжать задавать вопросы То есть у нас сейчас нервы перестают работать Начинают работать мозги Потом привет можем передать Привет Привет, друзья Страна ФМ Премьера Что нас ждет и куда ведет дорога От Бога или Гогу Что нас ждет и кто об этом знает Пока они едут за нами Что нас ждет и куда ведет дорога Почему в душе тревога В зеркалах синие огни мерцают За нами едут полица Полит, полица За нами едут Полит, полица Перетягивай рану Давай, давай, дуга Кто дал оружие охраннику клуба Здесь налево поднажми на газ Я не дамам сопать нас Уже не важно, кто был виноват Впереди рай, позади ад Как новогодние огни на елочках мерцают Орут сирены За нами едут полица Что нас ждет и куда ведет дорога От Бога или Гогу Что нас ждет и кто об этом знает Пока они едут за нами Что нас ждет и куда ведет дорога Почему в душе тревога В зеркалах синие огни мерцают За нами едут полица Полит, полица Перематывай пленку назад, давай вспомним Кто чего наговорил и почему угоним Теперь по трассе Потерпи, Вася, сюда си Потерпи, братуля, скоро мы вытащим пулю Не догонят они нас 220-0 Как новогодние огни на елочках мерцают Орут сирены За нами едут полица Что нас ждет и куда ведет дорога От Бога или Гогу Что нас ждет и кто об этом знает Пока они едут за нами Что нас ждет и куда ведет дорога Отчего в душе тревога В зеркалах синие огни мерцают За нами едут полица Страна ФМ Все к лучшему Мозги их полицаи Едут за нами Едут за нами и придают нам дополнительного драйва Между прочим у нас по-прежнему в гостях группа нервы Как вам трек? Как вам клип? Ну класс Очень круто Дядя Вадя очень крутой чувак Дядя Вадя А кто это? Дядя Вадя Человек из Москов И ладно И ладно Ну это какая-то внутренняя информация Ну подруга я с тобой недостаточно знаком Чтобы тебя с кем-то еще знакомить Но как бы Вот так вот Бруталый Мне кажется Евгений очень жесткий интроверт Вот сейчас мы это и выяснили в нашем эфире А сейчас мы проверим ребята Как ребята быстро реагируют У нас есть такая традиционная рубрика для наших гостей Она называется Блиц Будем очень быстро задавать вопросы Чтобы вы не успевали прям над ними думать Ваша задача Прямо строим одновременно? Ну как хотите Вы же команды будете распределять наверняка обязанности Итак быстро задаем Вы быстро отвечаете Договорились? Итак Блиц Может по очереди? Они же не будут тормозить Да по очереди? Давайте по очереди Начинаем отсюда Итак Итак Поехали Теплые батареи или прогуляться пареи? Погуляться пареи Кофе в стакане или пятно на диване? Кофе в стакане Новый ламборгини или начальник в магазине? Леш Новый ламборгини Как плачут батареи? Нежно Человек-паук или физрук? Человек-паук Новая песня или красная пресня? Новая песня Любимая книга или реалнига? Реалнига Капитан команды или новые пуанты? Капитан Америка Крутой аккорд или грузчиком в порт? Грузчиком в порт Еее Мужик Отцы и дети или вокруг света на мопеде? Отцы и на мопеде Отцы и на мопеде Чем закончишь Блиц? Тем, что все очень даже замечательно сложилось Я думал, что Женя будет тормозить И пошла речь длиною в жизнь А вот, между прочим, локомотив Блица был Мы сегодня просто спали вместе в одной квартире Ну и в одной квартире Ну понятно, репетиции, тяжелый процесс Вообще, Блица они могли бы закрыть акустическим концертом Который недавно прошел Как вам этот опыт? Акустических концертов для вас был новый? Ты говорил, что придешь, сама бы узнала, если бы пришла Если бы слово вас выдержала Ну как бы О! Друзья, адрес! Подождите! Я встаяла под ценной с этим огромным бикетом! Это моя! Тихо! Тихо! Эй, парень, здесь Альфа-Самец и я в этой студии Хорош Доминировать Без базара Ну как прошел? Как прошел концерт? Рассказывай Хороший концерт Мне нравится вот это. Хорошо, хорошо. Мне, кстати, не очень. Мне очень хороший концерт. Я недоволен. Почему? Это самый худший концерт в моей жизни. Рассказывай. Потому что ты лажал на нем меньше, чем на других. И поэтому тебя после концерта не обсуждали, как на предыдущих. Как лоха. И внимания меньше выделялось. Как лоха, ничего, да. То есть ты недоволен? Ты доволен? Я очень доволен. И так, победа. Победа. Два голоса за, один голос против. Значит, концерт у нас в Каде едет. Да, ребят, давайте сейчас немножечко прервемся с вами опять. И уйдем на рекламу, потом вернемся и продолжим беседу. Страна ФМ. Реклама. Сенсационное признание, личные драмы, громкие скандалы и редкие фотографии. Каждые две недели в журнале «Откровение звезд». Спецвыпуск еженедельника «Мир новостей». Не пропусти. Держи курс по звездам. Категория 16+. Телефон рекламной службы. 8495-276-1224. Страна ФМ. Все к лучшему. Страна ФМ. И гордость и пустота. В обратном порядке считаю до ста. Мне нужен другой закон. Мне нужен какой-то план. В котором моя, но иная судьба Корабли уходят в небо, города укроют пеплом, смотри В этом мире всё возможно, но невыносимо сложно Ждать и верить в сказку Эльзюбери Сильная девочка ждёт у окна Тысячелетнее право на счастье Но в этом мире правда одно Не проси, не верь, не бойся Обмани, но не сдавайся, слышишь? Выбей за мной эту чашу до дна И научись вновь прощать и прощать Тысяча слов, только правда одна Не проси, не верь, не бойся Упади, но не сдавайся до утра Когда ты найдёшь меня У края своей луны Держи меня за руку, не отпускай Привычки свои менять Стремиться счастливой стать Все только с тобою, иначе стреляй Корабли уходят в небо, города укроют пеплом, смотри В этом мире всё возможно, но невыносимо сложно Ждать и верить в сказку Эльзюбери Сильная девочка ждёт у окна Тысячелетнее право на счастье Но в этом мире правда одна Не проси, не верь, не бойся Обмани, но не сдавайся, слышишь? Выбей за мной эту чашу до дна И научись вновь прощать и прощаться Тысяча слов, только правда одна Не проси, не верь, не бойся Упади, но не сдавайся на утро Страна ФМ Всё к лучшему Действительно всё к лучшему, мы вернулись в студию А здесь по-прежнему окопались ребята из группы Нервы Они в порядке Это про нас, мы всегда окапываемся Я не знаю даже значение этого слова Это такой, не служил, не служил сразу Ты же Морпех Ты же Морпех Это я такой, когда бухой Морпех Морпех Ребят, у нас сейчас будет рубрика Она называется «Плачем вместе с нервами» Вы вообще как, вы считаете, что мужики не плачут Либо можете иногда слезу опустить? Я постоянно плачу, Женёк Я плачу только от шуток, ну не смешно к Жене Частенько, да, наверное, получается, судя по тому, как Женя к себе относится А он на каждом, это он про меня говорил Женя у нас хорошо шутит А он всегда говорит, что я плохо шучу, даже когда хорошо Ну в общем, у нас рубрика «Плачем вместе с нервами» Давайте сейчас изобразим плач Так, давай с тебя начнём Как ты плачешь? Так, твой ход теперь А ты продолжай И? И Алексей Вот так Давай, всё, не останавливаемся Сейчас я вам раздаю вот такие листки Забирайте каждому листок И это не просто текст Это комментарии к вашим видеоработам, к вашим клипам, которые собраны с Ютуба Мне кажется, сейчас настоящие слёзы проливаются Такие не скупые Я хотел тоже первый чувак Мужские Это настоящий комментарий И давайте по очереди также будем читать Не забывайте плакать плачущим тоном Итак, поехали Первый комментарий Женя что-то постарел Женя что-то постарел Мне очень понравилась песня Голос классный Клип набрал столько просмотров, потому что в нём мои выиски А вы знали? А вы знали? Что Женя скоро три Как печально Женя скоро три Это видео всегда в избранном Это вам не Егор Крит, невеста И тут они на самом деле зарыдали Продолжай Темп, темп, ребятушки Кто знает, что за тачка Что за тачка Это моя с... Моя любимая Песня с этой группой Друзья, это была рубрика Плачем вместе с нервами И причём в Женю в конце в неё вроде вселился дьявол даже У этого как он протянул последний комментарий Ну да, слёз он нас точно давил, мне кажется, по крайней мере от смеха Да Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Жаль, что мы не в нём Ну, не знаю, вас тоже обязательно когда-нибудь возьмут шоу-бизнес, ребят. Не расстраивайтесь. Надеюсь, что это у нас. Раз уж мы говорили в комментариях про клевую тачку, давайте сейчас заострим внимание как раз-таки на автомобилях, потому что нас время рубрики «Территория машин». Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о том, чем мы дышим, и о конфликте полицейских. Ученые Дальневосточного федерального университета не сидят сложа руки. Совместно с коллегами из Европы они провели очередное важное исследование. Все мы знаем, что чем автомобиль старше, тем больше он коптит и загрязняет воздух. Ну, что поделаешь, экологические нормы ввели буквально недавно, а до этого темы этой почти никто не касался. Все эти строгие нормы евро призваны оградить нас от летущих гадостей, выходящих из выхлопных труб. И вроде бы начало получаться. За экологию началась настоящая борьба. А ученые рапортуют, что дышать стало легче именно потому, что автомобили новые. Наши ученые решили эту гипотезу проверить и призвали на помощь белых грызунов. В результате исследования выяснилась одна любопытная деталь. Современный экологичный автомобиль выделяет редкоземельные металлы, сажу и прочую гадость, в том числе и в виде наночастиц. У крыс, которым давали подышать выхлопом Евро-5, снизилась поведенческая активность и познавательные функции. То есть боремся-боремся, а в большом масштабе проблема не решается. И это еще наши ученые не приступили к изучению мотоциклов. Вы представляете, чем дышит в Юго-Восточной Азии? Неожиданная развязка наступила в истории конфликта полицейских в Татарстане. Если вы помните, там один участковый оштрафовал сотрудников ДПС за то, что те ехали непристегнутыми. Произошло это не на ровном месте. Участковый Нуриев подобным образом отомсил гаишникам за то, что они оштрафовали его за езду без путевого листа. Об этой истории никто бы не узнал, если бы Нуриев не организовал почти настоящую засаду и не выложил происходившее в сеть. Веселые ролики дошли до верхов МВД Татарстана и там пообещали разобраться со всеми. Уж не знаю, чем начальники руководствовались, но вывод они сделали странный. Участковый Нуриев уволен с занимаемой должности за превышение служебных полномочий. А два непристегнутых гаишника отделались строгим выговором. Странно, вроде все действовали по закону. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин У одних больше снега, у других больше солнца. Кто альфа, кто омега, до кого вообще не нотронуться. Мы все такие разные И всем везет по-своему Кто добрый, кто опасный Каждый на свое настрой Одним везет в финансах, а другим с подругами Вот что длиннее у африканцев Нет, не то, что вы подумали Лето Больше танцев, больше шансов Лето Что длиннее у африканцев Лето Вот что Ярче солнце, ярче водки лето Что короче на чеховке лето Народу больше у китайцев Больше сакур у японцев У кого-то больше яхты У кого-то ярче солнце Как будто написать картины Прямо что во планетар А кто всю жизнь крутил в бастинке Стал диджеем популярным Все стали диджеем горячее С концертами и клубами Что длиннее у диджея Нет, не то, что вы подумали Лето Больше танцев, больше шансов Лето Что длиннее у африканцев Лето Ярче солнце, ярче водки лето Что короче на чеховке лето Точно в очках ко всему прочему Успехов женщин ему не прочили Называли ммм Поставим прочерк И вдруг в его скучной ленте Сафари на другом континенте А у туземных леди надо заметить Худые и бледные в тренде Тает лед в бокале бренди Шагает лето, забрав себе дни А он живет, как заправский ДНД Крутит романы с каждой третьей По сабанам теперь водит буры Выглядит круче Эльцовень буры Накачал себе мускулатуры Стал у туземцев министром культуры Одним везет финансы А другим с подругами Вот что длиннее африканцев Нет, не то что вы подумали Лето Больше танцев, больше шансов Лето Что длиннее африканцев Лето Вот что длиннее африканцев Солнце, как чепотки лето Что короче на чепотке лето Лето Настоящий бойсбанд конструктор я бы сказала Группа Нервы Евгений Евгений, Алексей Алексей Легко запомните, легко замените А если говорить по футбольным языком Замена на 30-й минуте у нас интервью произошло. Одного Евгения сменил другой. Женя, привет, еще разок. Привет. Привет, рад тебя видеть. Продолжаем, продолжаем беседовать мы с группой Нервы, друзья. Так что присоединяйтесь и вы к нашим беседам, присылайте свои вопросы. И, кстати говоря, ну, как-то так у нас в утре принято, что мы не просто разговариваем, мы еще заставляем что-то делать. Знаете, как-то принято в современном обществе бороться со стрессом. Вы согласны вообще? Как вы боретесь? Пьем успокоительное. Успокоительное пьете? Ну, примерно так же, только оно по-другому называется. В капельках или в таблеточках? В стаканах. Вот это на настойку. Ребята валерьянку стаканами пьют, вот такая нервная у них работа, а кто хотел быть знаменитым, видите, все это непросто. Пустырник опять же. Да, рок-атрибуты, валерьянка, пустырник. Да, 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 татуировки после них появляются потом на теле. А еще дырочки в ушах такие большие. Это чтобы хранить там валерьяночку, вот так носить собаки. Очень верно. Это для тех, кто не видит, мы тут рассказываем, как выглядят ребята. Слушай, а что это у тебя тут грязный? Грязный шарф. Это про амулет, амулет от шуток. Я смотрел тот эфир, братан, я смотрел. Друзья, кто не понял, речь идет о татуировке на шее, амулет от шуток. А может быть, жители Петербурга сказали бы, это фрагмент Бадлона. А как вы, кстати, относитесь к тому, что сейчас есть такие силиконовые накладки с татуировками? Вот они! Сейчас будем шутить. Кто скажет? Кто скажет? Я хочу, чтобы Леша сказал. По 30 рублей на лиц. По 39. Две со скидкой за 60. Что, но я могу сказать, что не отличишь от настоящего? Конечно, конечно. Конечно, я отличусь, сожгу его в костре. Костер, это, кстати, название вашей песни. Да, и вот так родилось это название. Я сожгу его накладные татуировки в костре. Кстати, отличное название для песни. Костер. Вот так это бы происходило. Тепло сразу становится на душе, да? У меня есть такое предложение. Давайте проведем небольшой урок того, как нужно снимать стресс. Вы готовы? Да. Кто за крики вообще? Кто любит прокричаться? Я люблю Женю. Леша. Леша. Я не особо фанат кричать. Это какая-то... Кто из вас? Ну, давайте, выберите какого-нибудь делегата. А что, кричать? Ну, Рома любит кричать, когда... Да. Да, я говорю, покричи. Прокричись через подушку прям, давай. Только не души никого этой подушкой. Что хуй? А-а-а-а-а-а-а! Вот так, молодец. Вот это голос пробивает подушку. Снимаем, снимаем стресс вместе с группой нервы. Сейчас кричали через подушку. А такое ощущение, что... Что через подушку. И не через подушку. Откричал какой сильный у человека голос. Но раз уж мы заговорили о песне «Костер», значит, давайте ее слушать. Итак, «Нервы», «Костер» слушаем и смотрим на телерадиоканале Ситра Найфа. Спасибо. 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 В клубе. Хихикают что-то, ребята. В клубе говорят. А можете пропеть концовку песни так же? Да. Давайте вместе. Тага-тага-тага, поторопись. У нас сейчас котлетки. С пирожками? Нет, с пирожками. Любимчики повара, группа Нервы. Ребят, ну расскажите вкратце об альбоме новом. Ну он... Костер. Акустический. Акустический. Так нет, уже же новый, я так понимаю, для вас... Или о пятом, который сейчас мы пишем. О, это вообще сейчас будет просто-просто. Сейчас гитары там... Хоть что-то есть уже из материала готовые? Как песен записали уже? Как песен записали, там уже все классно вообще. Песник... Ну вам самим нравится, что получается? Да. Это самое главное. На самом деле, ребята сейчас увидели лирик-видео на песню «Костер», и я думаю, что один из клипов будет примерно такой, да? Да, он в таком духе будет. Не, он будет примерно такой. У вас ее возьмем и сейчас зальем на YouTube. Потому что это стиль, ребята. Это стиль. Нет, это из базара. Знаете, что я хочу сказать? Мы же вообще подарки обычно вручаем нашим гостям. Но вы будете исключением. И вы получаете автомобиль! Не автомобиль, а кое-что покруче. Это подарки от телерадиоканала «Страна.ФМ». Спасибо большое. Там в пакетиках футболка, кепка, кружечка, валерьяночка. В общем, все, как вы любите. Честно говоря, мы приятно удивлены. Ну, мы поддерживаем социально артистов, которым нужна помощь. Мы дарим это вам сейчас, но это вам на день рождения, как говорила в свое время мама. Спасибо вам огромное. Четыре парня были в нашей студии, а ощущение, что десять назывались разными именами, шутили, кричали и даже в подушку. Я даже больше скажу, что у нас Женя внезапно стал Августином. Вот так. Вот чудеса происходят в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Все, друзья, пора нам заканчивать. Утро на телерадиоканале «Страна.ФМ» подходит к концу. Вероника Романова и Кирилл Исаков были с вами. Группа «Нервы». Спасибо, что пришли, парни. Ждем снова вас в гости. Хорошего дня! И передаем эфир Юлии Костюшкиной и Роману Шахову. Пока-пока!